К нашему эфиру присоединяется Геннадий Гудков, российский политический деятель. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, я приветствую вас, приветствую всех зрителей, которые с нами в канале. Спасибо большое, добрый вечер еще раз. Хотелось бы с вами еще вот какую тему обсудить. Очень много сегодня есть важных заявлений, есть заявлений. Есть и такая вот новость, как переговоры, которые мы только что обсуждали в нашем эфире. И кто подталкивает к ним, кто хотел бы этих переговоров. Но есть и кандидат в юбке, которая якобы претендует на пост президента. Это то, что сюжет мы об этом смотрели. Да, мы в нашем эфире показывали большой материал об этой Дунцовой, кто она такая, как она выглядит, что она говорит. Но в то же время есть и информация о том, что эта Дунцова, она является проектом. Насколько вы согласитесь с этой теорией? Почему я считаю, что она проект? Потому что на ее СМИ-ресурсах она транслировала все нарративы кремлян, рассказывала и показывала все, что вещает российская пропаганда. Не осуждала, но была достаточно осторожна. Лояльна к режиму. Скажем так. То есть вот поэтому есть такое мнение, что она является техническим кандидатом от ваших бывших коллег, скажем так. Скажите, пожалуйста, насколько это подозрение может быть действительно обоснованным? Мне сложно сказать. Я не присматривался к этой фигуре. Понимаете, ситуация такая, что никакой серьезный кандидат до выборов допущен не будет. Любой кандидат, который будет допущен до выборов, он не будет серьезным. Это будет технический кандидат и чья-то разработка. То ли там управление внутренней политикой, то ли управление внешней политикой, то ли спецслужб, то ли еще кого-то, какого-нибудь клана прикремлевского. Это, в общем, не имеет значения. Надо понимать, что выборы фарс, они преступные. Признавать их нельзя. И это главная задача будет всех представителей оппозиции, демократических сил России обратиться ко всему миру с настоятельной просьбой не признавать ни сами выборы, ни их результаты. Поэтому, ну, как бы, так сказать, никто всерьез не верит в то, что Дунцова или Дунцова, она может там стать реальным кандидатом. Ну, поднять какой-то шум вокруг нее, немножко похайповать, немножко, так сказать, кого-то там позлить, подергать чуть-чуть тигра за усы, это еще можно. Так, это по-серьезному, если говорить. Но говорить о какой-то серьезной политической борьбе в России, ну, в общем-то, нормальным людям давно уже не приходит другого. То есть, если... На все тех, которые там... Да, если Дунцова появляется в избирательном бюллетене, для нас это маркер, что она все-таки агент ФСБ. Кстати, вот из последних новостей она... Ну, не обязательно агент ФСБ. Ну, проект, проект, проект ФСБ. Из последней новости, это косвенно, но подтверждает. Вот она, например... Проект Кремля, технический кандидат. Она даже не может сказать, что она против Путина, понимаете? Она отвечает на этот вопрос, что выдвигается на выборы не против кого-то. Если это проект Кремля, его цель? Вычислить несогласных? Приманка. Приманка. Нет, нет, ну зачем? Ну, да ну, это несогласных сейчас рассчитать. Это придать выборам характер легитимных. Чтобы не обвинили в том, что вот эти выборы совсем уж полностью сфальсифицированы, зачищены, что там одни только Зюганова да Путина, и больше там практически никого нет. Мы же с вами знаем, что там ЛТПРшный кандидат, вот этот вот, который там больше похож на клоуна такого, шумного клоуна, и Зюганов, и Путин. Вот это то, что реально будет. Все остальные – это большой знак вопроса. Поэтому, если появляется кандидат, которого мы еще никогда не знали, вдруг он такой вот хороший, замечательный, то мы с вами должны четко понимать, это чей-то проект. Ну, чей-то провластный проект. Вот все. Не будет никакого серьезного кандидата этого Кремля, допустим. Они не играют по сложным схемам. Вот просто вот имейте в виду, это я совершенно точно знаю на своей огромной политической практике, так сказать, это прочувствовал многократно, Кремль не играет в сложные партии. Кремль не играет в шахматы. Он в лучшем случае играет в шашки, то на уровне пятого класса. Это вот самые такие примитивные розыгрыши. Ничего там, никаких серьезных находовок у них нет. Самые простые, самые безопасные схемы. Эти схемы, они надежны, как вы считаете? Вот Максим Какц, например, уверен, что эти выборы могут быть очень опасными для Путина. Если прямую речь приводить, он говорит, что может что-то допосыпаться. Приводит в качестве таких вот бифуркационных точек, экономическую, да, там, те же яйца уже начали дорожать. Не удержат курс рубля. Рост инфляции не смогут удержать за эти три месяца. Жены и родственницы мобилизованных поднимают голову. Давайте вот посмотрим. Телеграм-канал «Путь домой» 18 декабря впервые призвал Владимира Путина прекратить боевые действия в Украине, сесть за стол переговоров, либо идти на фронт самому. С требованием мира в видеообращении на этом канале выступил также мужчина в военной форме. Он представился как Александр из Воронежа и сказал, что служит мобилизованным в штурмовом отряде с января 23-го года, сейчас находится в отпуске. Можем послушать этот фрагмент. Есть у нас прямая речь этого некого... Что хочет большинство мобилизованных? Мир или все-таки продолжение боевых действий? Однозначно мир. Однозначно мир. Я думаю, этого хотят просто большинство граждан. Как мобилизованных, так и немобилизованных. Но мобилизованные хотят этого, я не знаю, примерно в 100 раз больше, чем обычный мирный. Просим поддержки у наших граждан, граждан России, которые неравнодушны вообще ко всему, что происходит у нас в государстве. И в продолжение хотелось бы сразу еще процитировать, скажем, матерей, вот одного из таких, как обращался только что с экранов телевизоров. Владимир Владимирович, до чего вы людей довели? У нас, россиян, не остается надежды под вашим руководством. Заканчивайте СВО, садитесь за зло переговоров. Какие к чертовой матери, цитата, деноцификация и демилитаризация. Вы сами-то понимаете, о чем говорите. Каждый раз, когда эти слова произносите, люди гибнут. Дайте нам жизнь спокойно или сами идите на фронт. Почему мы хотим так много уделить времени этим цитатам? Возможно ли радикализация этого движения? Возможно ли уже появился маломальский шанс на то, что люди сами восстанут против Путина? Ну, когда-нибудь они восстанут против Путина. Вопрос только когда. И что должны быть внешними обстоятельствами для этого бунта, восстания или там, не знаю, как назвать это движение. Конечно, количество, любое количество всегда переходит в качество. Количество смертей переходит в качество. И прочих потерь переходит в иное качество жизни. И многое другое. Вопрос только когда. На сегодняшний день, вот данный момент, на мой взгляд, ничего там не произойдет. Ничего там не рассыпется, ничего там не развалится. Экономический Путин себя, политический Путин себя чувствует пока уверенно. Экономическая ситуация не является критической. Финансовая стабильность достаточно еще большая. Безработицы ему нужно. Нет даже, наоборот, есть страшный дефицит. Рабочие седут денег. Сейчас в обороте на рынке, в торговом обороте и вообще, так сказать, в обиходе много. Они пришли в те районы, которые никогда этих денег не видели, в те семьи, которые никогда этих денег не знали. Идет достаточно быстрый рост зарплат, потому что надо подтягивать зарплаты, чтобы они как-то соответствовали тому, что платят на фронте. Ну, хотя бы в каких-то пропорциях. Поэтому проблем сейчас, вот на данный момент, критической проблемы у России нет. Она, конечно, когда-нибудь возникнет. Безусловно. Война – это не производственная деятельность. Это любой ВОП, который производится для войны, он производится для уничтожения. В общем, не несет население никаких благ и никакого улучшения качества жизни. Но люди могут терпеть. И они могут терпеть годы. Вот, например, там, северные корейцы терпят уже 70 лет и продолжают терпеть дальше. Поэтому мы с вами не знаем, когда это произойдет. Если мы говорим об элитах, элиты более подвижны. Элиты больше потеряли. Элиты не хотят так жить. Они видели больше хорошей жизни, чем обычные люди. Вот там, да, там удовольствие есть. Но они сейчас ждут. А ждут они, что будет на фронте. А какой будет итог войны. А какое будет отношение Запада к Путина. Вот почему мы призываем его не признавать ни в каком качестве. Потому что это ударит по элитам. По их ощущениям. Вот это будет приближать победу в войне. Не признание Путина. И здесь нам нужно выступать и не на фронте, а не вести там все свои собственные, так сказать, какие-то изыскания на эту тему. Ну, я имею в виду Украину, российской оппозиции и так далее. Всем тем силам политическим и гражданским, которые понимают, что это важно в Европе, в Америке и так далее. Поэтому вот можно сейчас говорить о каком-то внутреннем расколе. Но не просто так появилась концепция профессора Соловья, о том, что Путин заморожен в холодильнике и там на умер. Ведь если эта концепция живет, и она продолжает озвучиваться, в том числе и из Москвы, значит, кому-то это выгодно. Значит, мы можем говорить, но это совершенно точно не Путина. Значит, есть те силы, которые способны не давать, скажем так, свернуть голову Соловью, позволять им обещать в этом ключе. Совершенно очевидно, что там вот внутри как раз более нестабильная обстановка, вверху, нежели в самом народе, особенно в низовом народе. Ну да, побузили женщины, ну да, плащ Ярославный, ну да, дайте нам мужей. Ну сейчас кому-то дадут, кому-то чего-то, какие-то пойдут небольшие пославления. Где-то кого-то там приголубят, где-то кому-то отремонтировать дом, где-то кому-то помогут с детьми. Ну, пойдут вот по такому пути. Умер, ну как бы, так сказать, создание какой-то такой более теплой обстановки для семей вот этих людей, воюющих, которые просят вернуть мужей. Ну и люди, естественно, скажут, ну ладно, конечно, что же, надо потерпеть родинам в опасности. Если они уйдут с фронта, то, значит, кровожадные украинцы захватят Россию, руками НАТО будут здесь продолжать править. Ну или там чего-то такое. Ну придумают какую-нибудь неполицу. В которую там будет верить все, так сказать, неразумное население. Поэтому вот так пока, то есть ничего там не рассыпется. Никакие там цены. Выбор нельзя признавать выборами. Путин нельзя признавать легитимным руководителем. Тогда будет какое-то движение. Тогда будет понятно, хотя бы сигнал для Орид, что больше мы с вами, ребята, за один стол не сядем. Ни в каком виде. И пойдете вы все в ГАГу, как миленький, поездом, друг за другом. И будете там давать показания. И вот когда у них будет понимание, ощущение, что ГАГа неизбежна, да еще, может быть, она даже благом будет казаться, да не очень дожить надо будет, дойти до этой ГАГи, доехать. Вот тогда что-то будет. А так это давайте поддержим Тунцову непонятную, да, и не знаю. Я ее первый раз вот увидел, когда она заявила о том, что она хочет стать президентом России. Но за одно желание избирать, не избирают, на мой взгляд. Но если, конечно, нам все равно, в общем-то, что будет со стороны, можно избирать любого человека, который скажет, а я вон там сидел-сидел 33 года на печи, лежал-лежал, потом решил пойти в президенты. Ну, тоже прекрасно. Вот, самая лучшая кандидатура, лучше не бывает. Не знаю, я так очень осторожно отношусь. Я и не против, но пусть его собирает подписи, пусть там она покритикует Путина, но ведь сейчас все запрещено. Сказать, Путин дурак, статья. Сказать, Шойгу допускает массовые потери, статья. Сказать, что там и люди идут на фронт неходя, измена Родины, ну и так далее. То есть сейчас же, в общем, по большому счету, протестовать никак нельзя. Критиковать власть никак нельзя. Никакой политической деятельности внутри страны быть не может априори, потому что там драконовские законы, огромная армия, которая следит за тем, чтобы никто ничего в этом отношении не делал, себя никак не проявлял. Поэтому я не понимаю, как вести выборы в Российской Федерации. Выборы всегда, это... Что такое выборы? Выборы – это та же война, только которая не приводит к применению оружия, взрывчатых веществ, сражении армии, захват территории. Это та же самая война, только она ведется в словесной форме, она ведется там в виде состязания, выигравшие получают очень много права, то есть это реализовывать свои политические концепции и прочие-прочие мысли. Вот проигравшие – тоже тяжелые, может быть, поражения моральные. Но это вот та война, которая придумана вместо войны настоящей, чтобы не парализовать жизнь в стране, чтобы не отбрасывать ее на десятилетия назад, чтобы не лилась кровь и так далее и тому подобное. Политическая война и политическая борьба – это жесткое политическое состязание, жесткое, безапелляционное зачастую. Посмотрите, какое там сражение идет между демократами и республиканцами за какую-то там стенку с Мексикой. Ну, просто жесточайшее сражение. И там идет хоть все. То есть это вот эрзац, как бы так сказать, войны избирательной кампании. А если нельзя уничтожить войну политическую, о чем мы можем говорить, о каких выборах, о каком формировании легитимной власти. Ну, это все как бы иллюзии. Это иллюзии, к которым мы сами себя тешим. Нагадить режиму, уж извините за прямоту, нагадить режиму в период избирательной кампании, конечно, это доблесть. То есть сделать так, чтобы он был ослаблен, чтобы он был скомпрометирован, чтобы он не достиг тех целей, которые он собирается – это да. Но если мы можем это сделать, надо это делать. Но я пока не вижу никаких способов и пока никакой не вижу общей стратегии. Она еще не выработана. А как мы можем призывать людей в голосовании, которые носят криминальный характер? Потому что голосовать будут жители, принудительные голосования для жителей захваченных оккупированных территорий. Все жители страны, которые пойдут, России, граждане страны, которые пойдут на избирательные участки, будут соучастниками выборов в оккупированных территориях. Это совершенно очевидно. Это преступление, это грубейшее нарушение международного права, это вообще недопустимо. Ольга Курносова, кстати, вчера мне в интервью рассказывала о том, что появилась информация у российской оппозиции за рубежом, о том, что на временно оккупированных украинских территориях планируют проводить выборы по украинским даже паспортам. То есть это уже верх цинизма и, в общем-то, еще одно очередное преступление этого оккупационного режима. Сам режим, да, упрощает процедуру оформления российских... Ну, это говорит сразу о двух вещах, наверное, да, о провале паспортизации на временно оккупированных территориях и о том, что... Это говорит о том, что неважно, как вы проголосуете, мы посчитаем, как надо. Придете вы, не придете, проголосуете, не проголосуете. Исход уже ясен. За то, что вы будете принимать участие в этом криминальном действии, вы замажетесь. Я вот всегда призывал участвовать в выборах в качестве компании, ну, для разоблачения власти. Когда это можно было делать, когда можно было критиковать. Пусть она там была ограниченной критикой, пусть там потом преследовали, пусть потом там стили. Но в период избирательной кампании тебя не трогали. И это был шанс, сказать, плюнуть лицо в лицо власти. Это был шанс. Сейчас заплюнуть нельзя. Сейчас ты не успеешь плюнуть, только соберешься, тебя уже посадят. Поэтому какой смысл, я не понимаю. Но еще раз говорю, если мы не придумаем, для нас, у нас есть рабочая группа, которая образована по итогам Второй Берлинской конференции, рабочая группа, которая должна придумать, можем ли мы на период выборов, вот период выборов, придумать что-то такое, что, так сказать, компрометирует, ослабляет режим, показывает его гнилость, убогость и так далее. Если они придумают, да. А если они придумают, если не будет общего мнения, то, на мой взгляд, участие в выборах компрометирует практически сейчас всех. Потому что ты голосуешь вместе с жителями оккупированных регионов, которых там чуть ли не подумал автоматов каким-то левым документом, непонятным, заставляет приходить на избирательные участки. Ты участвует в этом фарсе. Вот похоже, что в Кремле начали понимать, что нужно менять, делать большую стирку, большую зачистку. И, например, зашаталось кресло Сергея Кириенко. Это, собственно, есть тот человек, который занимался так называемыми референдумами на временно оккупированных украинских территориях. То есть, собственно, он и был тем поваром, который месил вот эти вот дела и организовывал изъявления так называемые. А теперь пишет уже СМИ, в частности Медуза об этом пишет, о том, что зашаталось кресло и что Кремль, собственно, планирует лишить должности ключевых, несколько ключевых игроков и заменить их на силовиков. Давайте разберемся, о чем это может говорить. О том, что референдумы провалились, о том, что доверять больше некому или о том, что паранойя у кого-то уже зашкаливает. Я думаю, что просто взят курс на ГУЛАГ. То есть, методы ГУЛАГа, они являются доминирующими. Все эти, так сказать, игроки, полуигроки, недоигроки, типа Киренко там, господи, пробу ставить негде, давайте по-честному. Пробу ставить негде. И тем не менее, он сейчас не вписывается в эту команду, потому что он не носил сапоги, не носил погоны и чего-то еще другого не носил. И поэтому он чужой. Не потому, что он плохой. Он, конечно, не просто плохой, он отвратительный. Они все там отвратительные. Просто он даже вот в эту команду отвратительных людей не вписывается. Не потому, что он очень хороший, а просто он чужой. Вот и все. И вы не думайте, что там какие-то перемены. Там еще будет больше дуболомов. Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. Она пословица вот сейчас работает для политического уставления, для его внутреннего устройства. Поэтому я за Кириенко не переживаю. Но одного мерзавца заменит другой какой-нибудь с похожей фамилией. Или даже не похожей фамилией. Не имеет, в общем, по большому счету, никакого значения. Эти все декорации в виде Кириенки, в виде каких-нибудь генералов, каких-нибудь министров. Это декорации. Понимаете? Они могут быть заменены без ущерба для картинки. Они такие вот унылые, блеклые декларации, не имеющие собственной яркости, собственного цвета, собственной индивидуальности. Ну, заменили один кусок ткани на другой, схожий. Никто не заметил, как говорится, отряд не заметил потери бойца. Вот и все. То есть Кириенко, он уже давно не игрок. Он уже давно не субъектен в определении политической линии. Это просто такой же исполнитель бездумный. Или, может быть, слегка думающий и что-то предлагающий. Как, например, Памфилова. Элла Памфилова, там сейчас она исчезнет, провалится куда-нибудь, там улетит на Луну, никто не заметит. Там какой-нибудь придет другой хмырь, там почище ее. И сейчас скажут, всегда так и было, никогда там не было Элла Памфилова. Мы ее уже не помним на третий день. Они же безликие. Я все время говорила, что эпоха этих шурупов выбернул один, выбросил, завернул другой, никто даже не заметил, что-то поменялось. Эпоха серых мышек. Они все одинаковые, все серые, все безликие, у всех одинаковые хвостики. И замена одной мышки на другой, в общем, ничего по большому счету не решает. Да, у нас тоже был Виндик, один называл себя так. Киева. Ну, тоже ушел. Да. Спасибо огромное, Геннадий Владимирович, за этот разговор. Геннадий Гудков, российский политический деятель, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.